Не просто аресталище, а целый средневековый городок развернули реконструкторы близ реки Неполка. Быт, орудия труда и даже торговые ряды. Все аутентично и просто, на первый взгляд. Историческую подлинность одежды и оружия участники фестиваля изучали, опираясь на заметки археологов. Незами Софиев приехал к нам из Москвы. В эти выходные он торговец Великого Шелкового пути, в арсенале у которого луки разных веков и народов, от степных до лесных. В лесных европейских луках мы стреляем, накладывая стрелу слева. И тянем вот этими двумя пальцами, отсюда, собственно, жест виктори. То есть вот эти два пальца, выстрел. Но в показательных поединках главные герои – пешие воины. Вот они и готовятся к бою. Проверяют ратные доспехи, вес которых может достигать 15 килограммов. Плюс оружие. Классика средних веков – копья. Зачастую ими вооружали большую часть армии. Как бы в историчном контексте с заостренным копьем много свидетельств по тем же сагам, когда щит пробивался просто насквозь вместе с человеком. То есть удар довольно сильный. Однако у реконструкторов оружие гуманизировано, то есть сделано так, чтобы не поранить соперника. Перед боями воины сначала показали строевую подготовку, затем стартовали турниры – как одиночные, так и массовые. Среди показательных боев есть особо интересные круг Одина и круг Локи. В первом случае бойцы дерутся честно. А вот во втором из-за того, что Локи был богом коварства, нет никаких правил. Можно нападать со спины и даже предавать своих соратников. После сложнейшего боя можно и перекусить. За бытом, воспитанием детей и готовкой следят женщины. Как известно, перед их красотой не устоит сердце даже самого сурового воина. Мы к вам из Московской области приехали. Мы, в принципе, все очень хорошо дружим с курянами, прекрасные ребята. И рады путешествовать, рады приезжать к вам на фестиваль. Интересно, любопытно посмотреть, как по-настоящему жили наши предки, а не то, что нам показывают в учебниках или в крайне недостоверных фильмах современности. У нас уже второй раз, да, мы делаем фестиваль, расширяем потихонечку наши возможности. Делаем для зрителей все более красочно и для участников. С дружинам позволяется на этом пространстве маневры. То есть они могут действовать открыто. Для зрителей фестиваля работали несколько площадок. Можно было выковать монету на память, приобрести сувенир ручной работы, отобедать в таверне и попробовать себя в роли лучника. Фестиваль проходит на Курской земле во второй раз. И вполне возможно, что в следующем году портал в Средневековье снова будет открыт. Мария Колосова, Роман Федорков. События дня.